Привет, Владимир! Не то чтобы на этой неделе было сильно всем до экономики, но тем не менее, там тоже происходят довольно важные события, да и с нынешним украинским наступлением это тоже связано. По крайней мере, довольно много я видел обсуждений того, что захват ВСУ, вот такого газа какого-то там узла, про который ты нам сейчас расскажешь, довольно серьезная штука. В общем, расскажи, пожалуйста, зачем ты следил на этой неделе, что происходит с российской экономикой за вот прошедший период. Да, привет всем. Экономика все-таки это штука важная, несмотря на бурные события в Курской области, потому что если она навернется у Путина, то тогда вот скорее всего и весь этот кошмар прекратится. Ну, давай действительно начнем с истории с Курском, что там происходит. Первое, вот там, конечно, как только ВСУ начали наступать, пошли разговоры про вот эту вот станцию Суджа, которая, собственно, и находится на границе с Украиной. И вот через нее сейчас идет основной поток оставшегося газового транзита российского в Европу. Это относительно небольшой транзит. Он идет прежде всего на Венгрию и Словакию, и Австрию, там еще и Северную Италию в каком-то объеме. Вот. Но, тем не менее, важная история. Это такая важная составляющая небольшого сохраняющегося газпромовского экспорта в Европу. Я уж не знаю, что происходит там сейчас в Судже, потому что все-таки такие репортажи разные. То ли украинцы контролируют город, то ли там ограниченный контроль, и украинские войска там просто находятся. Но вот давай просто сразу поясним несколько вещей, что там происходит. В Судже находится так называемая газоизмерительная станция. Это вот такой набор каких-то контрольно-измерительных приборов буквально на входе на украинскую территорию, который меряет контрактные объемы. То есть вот у Газпрома, например, контракт по поставкам газа с той же Венгрией. И для того, чтобы вот всю эту систему поддерживать с учетом объемов и платежами, нужна вот эта сертифицированная система, грубо говоря, счетчиков, которые все признают. Она подтверждена, и вот Газпром дает эти показания, и Венгрия за это, грубо говоря, платит. Если Газпром эту станцию не контролирует, то все вот эти контрактные отношения, они там оказываются под угрозой. Газ может продолжать качаться, но не будет понятно, чего и сколько, и вся эта информация будет находиться в руках украинской стороны, а не у Газпрома. Пока мы видим, что Газпром газ продолжает качать, но вот тем не менее вопрос о том, у кого под контролем находится эта газоизмерительная станция Суджа, остается открытым. Следующий важный вопрос. Как закачивать газ через газопровод на территорию Украины? Для этого существует другая штука, которую я сейчас попрошу вас на экран вывести. Это компрессорная станция Курская. Она находится, грубо говоря, по этому же газопроводу, но ближе к городу Курск. И вот эта станция, которая создает давление в системе для того, чтобы газ на тысячу километров по территории Украины проходил. Вот сразу здесь пояснение, мы с тобой об этом говорили до нашей сводки, когда ее готовили, что перекачивается газ по территории Украины тем давлением, который создает компрессор на территорию России. То есть под Курском, соответственно, они закачивают газ под давлением через компрессорную станцию, и вот он дальше туда, в Европу, на тысячу километров идет. То есть у Украины техническая возможность, да, труба проходит по их территории, но техническая возможность влиять на все это дело у них небольшая. И в основном вот там движение газа обеспечивается закачкой на территорию России через вот эту компрессорную станцию. Добрались до нее ВСУ или нет, это большой вопрос, может и ты даже пояснишь, я не очень понимаю, где сейчас там проходит линия разграничений. Ну, мне кажется, и вообще в такой обстановке немножко сложно понять, вот что, что, собственно, там происходит и кто контролирует какую территорию. Что из этого следует? Если украинцы возьмут измерительную станцию Суджи под контроль, это для Газпрома создаст очень большие проблемы в отношениях с той же Венгрией, Словакией и Австрией, потому что им нужно ежедневно верифицировать объемы суточной прокачки, на этом строятся инвойсы по оплате и так далее, да. И вот все эти контрактные осложнения с европейскими покупателями, они очень такие сильную головную боль для Газпрома создадут. Но, конечно, самая такая была бы веселая история, если бы ВСУ добрались все-таки до самой компрессорной станции. Вот здесь вопрос непонятен, то есть это несколько десятков километров дальше в сторону Курска, пока как там и что происходит, это не очень понятно. Не знаю, мне, откровенно говоря, кажется, что это было, если не главной, то, по крайней мере, какой-то побочной целью у ВСУ, потому что это все-таки для Путина очень чувствительный такой элемент инфраструктуры. Для него важны вот эти продолжающиеся газовые поставки, по крайней мере, в небольшую часть Юго-Восточной Европы и к его союзникам, прежде всего, Виктору Орбану. И, конечно, вот украинский контроль над станцией Суджи может это дело осложнить, тем более все это может осложниться, если они доберутся до компрессорной станции, которая все-таки газ в трубу закачивает. Вот примерно так. Я, честно говоря, думаю, что когда украинцы наступали, они как-то это все держали в уме, хотя, наверное, это не было главной целью их операции. Но, тем не менее, это такой важный фактор давления на Путина, потому что все, что связано с Газпромом, это для него чувствительно. И еще вот история, которая широко обсуждается про Курскую АЭС. Вот это, мне кажется, гораздо менее реалистичным, что украинцы будут ее захватывать, потому что это все-таки в военном отношении довольно сложно. То есть она большая, там очень большой периметр, это не какие-то там два блока и так далее, это очень большой периметр. Там будет, конечно, какая-то физическая защита с российской стороны, то есть там, грубо говоря, будут бои за нее. Если мы вспомним захват российской армии и Запорожской атомной станции, то он произошел скорее просто на фоне бегства, по сути дела, украинских войск, вот с левого берега Днепра. И все это было сделать достаточно несложно, и они там за несколько дней ее захватили без каких-то особых столкновений. Взятие атомной станции вот с боем, мне кажется, это малореалистичная история, и это создаст очень серьезный международный вой по линии МАГАТЭ, там и западное правительство тут включится про ядерную безопасность, вспомнят Чернобыль и так далее. Поэтому у меня ощущение, что украинцы вряд ли будут штурмовать Курскую АЭС, а вот эта вот газовая инфраструктура, это другая история, и здесь у них может быть на пути на какой-то рычаг, по крайней мере с измерительной станцией Суджа, но если они до компрессоров доберутся, которые качают газ в Европу, то это вот для них будет как бы еще более выгодная ситуация. Ну вот посмотрим, не знаю, не могу сказать, где там, куда они в итоге дошли и проходит линия разграничения, но вот вкратце вот, мне кажется, обстановка так выглядит. Да, интересно, спасибо тебе большое за этот анализ, расскажи, пожалуйста, что еще происходит в российской экономике, уже о чем мы можем говорить с уверенностью, потому что, да, в Курской области никаких дополнительных комментариев не дам, нихера не понятно, вот, но очень интересно, как говорится, да. Да, продолжаем следить за развитием событий. Ну, что касается российской экономики, то главная новость недели, от которой ликуют все запутинские комментаторы, это то, что недельная инфляция впервые за долгое время была нулевой, и вот это, она, кроме всего прочего, еще предыдущие пару недель замедлялась, то есть была там типа 0,11 или в таком диапазоне, да. Это дало повод для очень широких разговоров о том, что наконец-то типа меры Центробанка работают и инфляция замедляется, но я считаю это абсолютно преждевременным, потому что здесь, на мой взгляд, во-первых, работает вот тот фактор, который запоздал в этом году, ну, его давно ждали, это вот сезонное снижение цен на плодо-овощную продукцию, вот оно наконец нас настигло. Кроме этого, мы помним, что, например, вот была похожая история в марте месяце, когда инфляция резко замедлялась, и вот тогда Набиулина заговорила, что типа все, пошли дезинфляционные процессы, типа мы победили, но потом выяснилось, что это фальстарт. У меня полное ощущение, что и в этот раз это фальстарт, и высокие темпы инфляции недельные скоро вернутся. Кстати, вот можно посмотреть на, например, данные по накопленной инфляции с начала января за 7 месяцев. В прошлом году это было на начало августа 3,7%, сейчас 5%. То есть видно, что какие-то недельные замедления, они никак не сказываются на том, что инфляционный фон в целом за последние недели был очень высокий. Вот, что я думаю здесь происходит, и здесь нам в помощь, собственно, вот эта внутренняя дискуссия в недрах Центробанка, которую они чуть приоткрыли на минувшей неделе, они опубликовали 7 августа вот так называемые минутки, то есть резюме обсуждения ключевой ставки, как они это называют. Вот, краткое summary их дискуссии, которая у них была на заседании Совета Директоров 26 июля, там звучали разные предложения, кто-то говорил вообще ставку на 16 оставить, кто-то говорил повысить до 19 и даже 20, но это не суть. Я бы выделил вот содержательно 4 момента, которые с этим связаны. Первое, и вот здесь, почему я считаю, что не стоит раньше времени там говорить о том, что вот нулевая недельная инфляция, это что-то прям значит. Общий баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных, и это все те факторы, о которых, в общем, много времени уже говорит Центробанк. Прежде всего, конечно, это вот это вбрасывание бюджетных денег в экономику, причем, смотри, они уже так откровенно прямо ругаются открытым текстом на вот этот самый бюджетный импульс, и говорят о том, что повышенные инфляционные ожидания, и в том числе вот кризис на рынке госдолга и рост доходности по ОФЗ, все это связано с тем, что так и не наступает вот так называемая нормализация бюджетной политики. То есть, что здесь имеется в виду? Что Центробанк ждет, что все-таки дефицит бюджета удастся взять под контроль, и расходы расти не будут. Но, как мы понимаем, из-за войны и из-за всех вызванных вот этим проблем, расходы будут расти, дефициты тоже будут расти, они и растут. Сейчас вот мы к этому тоже вернемся. Поэтому никакой бюджетной нормализации не будет, и вот этот вброс бюджетных денег в экономику продолжит инфляцию разгонять. Вот они это открыто в своей дискуссии по ключевой ставке признают. Следующая история, что это не работает, то есть накачка экономики бюджетными деньгами не работает при условии полной загрузки мощностей и адского дефицита трудовых ресурсов. То есть вот здесь у них прямо в этом документе написано то, что Набиулина говорила на той своей пресловутой пресс-конференции, что если экономику с полностью загруженными мощностями и дефицитом кадров накачивают деньгами, это все только вылится в рост цен. То есть вот это тот самый сценарий стагфляции и рецессии, о котором Эльвира говорила. Все это в резюме ставки Центробанка описано достаточно подробно. Кстати говоря, можем тоже ссылку дать в описании, просто почитайте сами, чтобы здесь как бы мы не были голословными. Ну и дефицит кадров просто продолжает здесь бушевать. И мы видим, например, вот мы с тобой обсуждали на этой неделе данные, что это уже приводит в отдельных сферах к сокращению выпуска. Например, вот в розничной торговле из-за дефицита курьеров снизились объемы доставки. То есть это один из вот явных примеров уже, когда дефицит кадров замедляет экономическую активность. И, кстати, вот еще один такой вывод серьезный из вот этого обсуждения Центробанка, что они признают заметное замедление экономической активности в июне-июле. То есть вот ситуация со всех сторон нехорошая. Инфляционное давление продолжает оставаться сильным из-за вот этого вброса бюджетных денег в экономику. Кадров нет, с трудовыми ресурсами полная жопа. Мощности загруженные работают на пределе, новых нет, потому что инвестиций нет. Замедляется экономическая активность и очень серьезные проблемы вот с замораживанием международных расчетов. Не поступает в промышленность там компоненты, оборудование, инвестиционные товары. То есть вот как бы все эти демоны такие слетаются, значит, над растерзанным телом российской экономики. Почитайте, очень интересно. То есть гораздо более даже подробная вот и скрупулезная аналитика по поводу ситуации, которую мы наблюдаем. И тоже она довольно пессимистичная. То есть как бы хорошего выхода нет. По сути они ждут, что государство перестанет вот поддерживать высокие дефициты и расходы на войну. Но, как ты понимаешь, этого не будет. Маловероятно. Да, маловероятно. У них следующее заседание по ключевой ставке будет 13 сентября. То есть вот через месяц посмотрим, как они всю эту ситуацию оценивают. Но еще раз повторю, что я точно не жду замедления инфляции. И я жду в ближайшие недели проекта федерального бюджета на 25 год с увеличением расходов, с большими дефицитами там и всем таким прочим. Вот, кстати, о дефицитах. Вот пришли данные за июль. И здесь у нас рубрика «Чудес не бывает». Дефицит вырос примерно в полтора раза на 433 миллиарда рублей. И вот он по итогам 7 месяцев составил 1,36 триллиона. Это две трети от планового годового. Причем повышенного планового годового. Ты помнишь, что они внесли поправки в бюджет и увеличили до более чем 2 триллионов дефицит. Если считать от старого дефицита, утвержденного в конце 2023, то по 7 месяцам это уже 90%. То есть ты видишь, что дефициты им не удается держать под контролем. Очень важный момент. Помнишь разговоры о снижении морского экспорта нефти в июле? Подтвердились. То есть видно, что в июле есть некоторые некритичные, но тоже заметные снижения нефтегазовых доходов. При этом расходы выросли. То есть они их держали в течение, условно говоря, мая и июня. Но война и все остальное требуют денег. И вот видно тоже на графике. Это я взял пару графиков из Тинькофф Джорнал. Они делают такую вот прям хорошую разбивку по динамике доходов и расходов. Вот видно, что нефтегазовые доходы в июле снизились. Расходы выросли, потому что это неизбежно. Вот то, о чем мы говорим. И сильно вырос дефицит бюджета. Вот. Таким образом ждем кульминации. Сентябрь будет здесь очень интересный месяц, потому что будет фил-тест с Центробанком, как они оценивают результаты своих собственных действий и повышения ставки. И будет новая инфа по бюджету на следующий год, где, опять же, я напомню зрителям, что мы поспорили с Майком на 100 баксов, что военные расходы на 2025 год вырастут не менее чем на 2 триллиона рублей против уровня этого года. Это я поставил. И вот будем смотреть. То есть, если это действительно произойдет, это фактически убьет все попытки Центробанка бороться с инфляцией и ставкой. Именно поэтому я и думаю, что этого не произойдет. Вот очень интересно. Вот наблюдаем драмы в прямом эфире. Но, с другой стороны, для войны Путину это нужно. А ты понимаешь, что для Путина война это просто номер один приоритет. И черт с ней с инфляцией, черт с ней с Набиулиной. Вот в этом контексте, слушай, подожди, хочу тебя уточнить как раз. Мы с тобой несколько раз возвращались к вопросу мобилизации, но есть ощущение, что он снова может встать. С учетом, что многие сходятся во мнении, что Владимир Путин склонен был бы объявить мобилизацию после какого-нибудь крупного прорыва в СУ. Насколько крупный прорыв мы видим, пока непонятно. Но то, что это прорыв, я думаю, плюс-минус согласны уже все, кроме, не знаю, Герасимова. Которого тоже, может быть, его голова покатится по плацу, когда ситуация, не знаю, станет, по крайней мере, более нормализованной с точки зрения нашего отношения. Так вот, если ты говоришь, что для Путина война на первом месте и все такое, можешь ли ты ее сейчас представить мобилизацию в том или ином виде? Вот еще раз, с точки зрения того, как это влияет на экономическую ситуацию, вот не могу совсем, не могу совсем, но ты же понимаешь, да, вот психологически для Путина, вот что сейчас может произойти? Это реально вероятный сценарий, что ВСУ закрепятся на длительное время на каких-то участках российской территории. Ну, это пипец. То есть, я думаю, что это приведет к тому, что Путин просто примет там любые решения для того, чтобы их оттуда выбить, в том числе и мобилизацию, конечно, да. Тем более, что это дает ему такую еще, как бы, ура-патриотическую подачу, мы свою землю там защищаем и так далее, да. Вот. То есть, здесь, как бы, психологически сложнее объявлять мобилизацию для войны где-то вот в другом государстве непонятно зачем, а здесь вот, значит, враг пришел, надо вот освободить свою территорию. Это психологически, может быть, для него будет полегче. Но ты понимаешь, что последствия-то, они не меняются от этого. То есть, если он объявляет мобилизацию, то это катастрофический удар по рынку труда и по всем экономическим процессам. Так что, вполне может быть, что вот эта операция, которая относительно небольшая, вот именно в войсковом таком, как бы, масштабе, да, она может иметь очень-очень серьезные последствия. Вот эти события в Курской области, они, на мой взгляд, увеличивают сценарий объявления мобилизации, его вероятность, да. Ну и, соответственно, всей последующей негативной экономической спирали. Очень интересно. Посмотрим. Наступают прям такие жаркие недели. То есть, вот этот конец августа и сентябрь будет просто суперинтересный. И видно, что у Путина партия прям усложняется на глазах, да, по самым разным параметрам. Довольно резко, да, есть такое. Резко, резко и внезапно. Но вот еще раз подчеркну, что сентябрь в этом смысле будет супер насыщенный событиями месяц. И вот мы посмотрим, как ЦБ будет дальше действовать и будет яснее с бюджетом. Но вот я просто еще раз закольцовывая, я вернусь к тому, что Центробанк в своем резюме дискуссии по ключевой ставке, он фактически открыто ругается на бюджетную политику. И обвиняет ее в том, что эта бюджетная политика виновата, что высокие инфляционные ожидания там, что там куда-то идут заоблачные высоты доходности по УФЗ и так далее. То есть, ну прямо называет вещи своими именами, что основная проблема в том, что вбрасываются вот эти вот огромные бюджетные деньги в войну. Хотя не говорит это слово напрямую. Вот интересно, в сентябре будет прям столкновение лбами вот этих двух таких взглядов на мир, так что будем следить за этим всем. Вот еще что, про бензин. Помнишь, мы говорили, и там нет понимания, что с производством бензина, потому что данные засекречены. Но, тем не менее, вот мы в прошлый раз говорили, что есть признаки большого дефицита именно высокооктанового бензина. И вот это подтверждается ростом розничных цен. За неделю на 98-й бензин больше, чем на 70 копеек в среднем по России за литр выросли цены. Это вот только по данным Росстата, да. То есть, дефицит явно обостряется. И в целом с начала года 98-й подорожал на 5 рублей. А 95-й чуть меньше, там на 3 с чем-то рубля. Ну, то есть, видно, что вот это небольшое количество установок, которые именно производят 98-й, высококачественный бензин, они сильнее всего пострадали и от выбытия оборудования из-за санкции, и от украинских бомбардировок. Вот, что еще? Ты помнишь, да, вот этот сюжет с обвалом мировых рынков, которые вроде как-то восстановились за последнюю неделю. Вот очень много народу спрашивает, что там происходит. Здесь есть несколько моментов. Ну, во-первых, собственно, самими рынками. Да, там есть восстановление, вот после этих бурных событий понедельника, но не сильное. То есть, видно, вот, например, если посмотреть график Доу Джонса, то есть, он все равно где-то на процентов 5 ниже июльских пиков. Там было 41 тысяча с чем-то пунктов, сейчас там 39, да. Но, тем не менее, рынки восстанавливались. Знаешь, вот в чем проблема такая основная? Вот это то, о чем мы говорим применительно к мировому рынку нефти. Что нет уверенности, куда пойдет мировая экономика. То есть, ситуация настолько хрупкая, что она может вот буквально пойти и туда, и сюда. Да, Китай, ничего с ним хорошего не происходит, он завис. Мы еще к этой теме вернемся, но вот данные по второму кварталу по китайской экономике были очень слабые. Европа тоже зависла, потому что вся эта перестройка и уход от российских энергоносителей, и весь этот кризис, конечно, на ней сложно сказался. Единственное, что поддерживает оптимизм, это Америка. Но в Америке тоже нарастает вот эта вот проблема, что есть... Почему рынки психуют? Что есть ощущение, что Федеральная резервная система пережала с длительным периодом высоких ставок, и надо было снижать раньше. То есть, инфляция уже довольно низкая, типа 3,5%, а они все не снижают и не снижают, потому что, говорят, есть инфляционные риски. И вот есть ощущение, что это может привести к замедлению экономической активности, сохранению высоких ставок и отказ ФРС их снижать. Поэтому они тоже, ФРС запаниковала и уже прямо сказала, что, скорее всего, в сентябре мы снижать-таки начнем, из-за чего рынки как бы чуть-чуть успокоились. То есть, ситуация такая, что неопределенность настолько высокая, все держится только на Америке, а в Америке вот непонятно, то ли рецессия, то ли рост, то ли что, да. Да, что рынки начинают психовать от какой-то малейшей новости такой, типа Банк Японии поднял учетную ставку на 0,25 пункта. Ну, казалось бы, да, или в Штатах вышел чуть хуже репорт по безработице, чем ожидали, да. И сразу все вот так резко пошло вниз, там крупнейшее падение с 87-го года. Ну, начало недели ты помнишь. Это говорит о чем? Мы с тобой здесь весной обсуждали, что в ожидании того, что мировая экономика как-то запустится и начнет расти, рынки очень перегрелись. Я вот рассказывал и показывал там аналитику, что фондовый индекс, там типа тот же Standard & Poor's, он больше на 40% переоценен по сравнению со справедливой стоимостью акций компании, которая рассчитана на основе просто прогноза их будущей выручки, да. То есть на рынке есть такой пузырик, такой заметный, да. И он, как только вот возникают какие-то плохие данные, которые, может быть, могут ситуацию развернуть или не могут, но народ начинает тут же продавать, потому что понимает, насколько это все хрупкое и держится на соплях, что фундаментальной ценности вот за этой нынешней стоимостью акций и фондовых индексов нету. И если чуть-чуть вот что-то плохо, все начинают тут же из акций панически бежать. Вот это то, что мы наблюдали в понедельник. Потом как бы разные сигналы рынке успокоили, и все как-то чуть-чуть обратно отросло, хотя и не до конца, да. Но здесь вот я просто всем, кто с этим имеет дело и ждет каких-то прогнозов там, в том числе и по той же нефти, я хочу сказать вот такую вещь, что переоценка фондового рынка настолько сильная, а экономический базис настолько слабый, то есть нету вот этого какой-то перспективы уверенного роста мировой экономики, нету, Китай минус, Европа минус, Америка вот плюс-минус, непонятно куда она в итоге пойдет, да. Что вот такие штуки могут повторяться, и малейшие какие-то слабые данные по штатам будет опять вот такой завал, как мы видели на этой неделе. Это, кстати, очень интересная история, что это влияет напрямую на нефть, и вот из-за всего этого мы видим, что после убийства Измаила Хани, и все ждут большого замеса между Ираном и Израилем, но Брент так и не дошел до 80, он ниже 80 все равно торгуется, несмотря на вот эту перспективу прям большой Ближневосточной войны, но уже настолько на рынках ситуация как бы не очень хорошая, что даже Иран и Израиль не могут раскачать это вот даже выше 80. И вот я хотел бы обратить внимание на интересную статью на Бломберге вышла, которая написал такой чувак, который в принципе, если вы интересуетесь, зафолловьте его в Твиттере, его зовут Хавьер Блас. Он известный нефтегазовый журналист, да, вот, и он вообще, он такой скорее бычьего настроя, то есть он за индустрию, он говорит, что нефти не хватает, в перспективе там, значит, будет дефицит, цены будут расти там и так далее. Это вот его такая общая школа. Но вот сейчас на фоне всей этой неопределенности на рынках он написал такую статью, которая говорит, что ОПЕК плюс придется привыкнуть к мысли, что нефть, видимо, сейчас уйдет в среднем на 75 долларов и там и останется, и расти не будет. Вот это очень интересный такой момент, это соответствует и моим ощущениям, потому что на вот эту слабость рынков накладывается еще тот факт, что с осени страны ОПЕК плюс начнут выходить из обязательств по поддержанию добычных квот, то есть наращивать добычу, да. Это очень интересно, для войны и Путина это имеет прямые последствия, то есть вот перспектива, по крайней мере, ближайших месяцев, она такая, что больших доходов от нефти не будет, и рынки очень-очень хрупкие и волатильные. Ну, на мой взгляд, это хорошая новость. Для вот всех тех тем, о которых мы здесь говорим, да. Вот, поэтому ожидать на чудо и какую-то нефть по 100 баксов и приток нефтедолларов Путину точно не приходится, а скорее всего будет как в июле, когда вот мы видим, нефтегазовые доходы сократились, и это привело к росту, довольно резкому росту дефицита бюджета. Так что все вот еще раз, у Путина окошко схлопывается, поэтому интересно, как он себя будет вести, но ситуация не дает ему возможности вот вести долгую, дорогостоящую войну, вот так бы, как бы он хотел. Вот, что еще? Про санкции и вот эти отношения с Китаем и странами глобального юга не будет, видимо, вот этой истории с остановкой торговли юанями на Мосбирже пока. Минфин США продлил еще на два месяца, видимо, знаешь, в чем интересная история? Они продлили на два месяца вот этот уэйвер разрешения продолжать работать до 12 октября, и ты знаешь, мне это так нравится, потому что это очень интересная морковка на китайские банки, то есть об этом явно попросили китайские банки дать, значит, разрешение, типа, продолжать работать с Мосбиржей и национальным клиринговым центром, да. Ну, американцы говорят, хорошо, пожалуйста, мы очень любим Китай, вы нас просите, мы вам дадим разрешение, да. Но вы, пожалуйста, не работайте с там экспортно-импортными операциями и всякими там подсанкционными и сомнительными российскими контрагентами. То есть, я так понимаю, у них не только кнут на Китай вот здесь нарисовываться, но еще и морковка. Дадим вам освобождение, дадим вам все, что хотите, но не работайте. Окей, на Мосбирже юанем торгуете, но вот операции с ними не проводите, да. И они вот как и не проводили, так и не проводят. Это, конечно, главная штука, потому что, правда, черт с ними, с торгами юанем. Главное это вот поддерживать вот эту заморозку расчетов. Так что американцы хитро действуют не только кнутом, но и пряником. И, на мой взгляд, это правильно. Вот тоже были публикации о том, что Reuters сообщила про какие-то масштабные переговоры по переходу российско-китайских экспортеров-импортеров на бартер. Да, что это такое? Ну что, бартер – это довольно обычная, тривиальная история. Вот там Россия поставляет металлы, получает, значит, без денег, а по, типа, договору мены, условно говоря, да, вот, получает оборудование, зачитывает стоимость таким образом. В чем проблема бартера? В том, что все равно участникам рынка нужны деньги. То есть, все это дело нужно как... То есть, металлургам не нужны станки, да? То есть, станки нужны машиностроителям. Для того, чтобы, значит, станки дошли до машиностроителя, то есть, условно говоря, металлург получил станки от Китая в обмен на металлы, ему надо от них избавиться и все равно деньги получить. А станки надо, чтобы дошли до машиностроителей, да? Все равно это нужно обратить в деньги. Любой бартер – это одна из самых дорогих штук по конвертации вот в ликвидную денежную массу. Ну, то есть, мы помним, в 90-е это были там десятки процентов или даже двойная цена там очень часто. То есть, здесь основная история, что физические товары друг до друга дойдут, но при этом вот эти так называемые транзакционные издержки настолько увеличиваются, накрутка посредников, которые участвуют в этих бартерных цепочках, да, что это просто будет сильно дороже. Это вот ровно то, о чем говорит Набиулина, что увеличение издержек за все вот эти кривые, косые, там, обходные операции, оно нивелирует, например, весь эффект так называемого укрепления рубля, который, кстати, там мы отдельно потом еще поговорим об этом, но, похоже, оно заканчивается тоже, да. Вот, поэтому бартер – это дорого, это большие издержки у экспортеров, импортеров, много десятков процентов выплат посредникам, при без того там не особо высокой рентабельности торговли. Так что это все, я думаю, тоже будет способствовать замораживанию всех этих отношений. Вот, и на Турцию американцы тоже давят. Вот, представитель Минторга, он пригрозил турецким властям и компаниям, что если они не остановят незаконный поток американских технологий через турецкие компании, в том числе, которые используются для военного производства, то будут последствия, и вот посмотрим на реакцию. Но в целом, я говорил в прошлый раз, что импорт из Турции очень резко сократился на 28% в первом полугодии, то есть, турки, в принципе, американцев тоже боятся. Так что вот эта тема со вторичными санкциями и заморозкой расчетов и импортно-экспортных операций, она работает. Вот, еще пара сюжетов, которых я хотел сказать про ипотечное кредитование и вот связанную с этим перспективу цен на жилье. Что там с недвижимостью? Где пузырь лопнувший? Владимир, зададут тебе рьяные слушатели вопросов. Пузырь потихонечку сдувается. Вот в июле 24-го года по данным аналитической компании FrankRG на 57% в количественном и 55% в денежном выражении упали ипотечные кредиты. То есть, там более чем на 50%, почти на две трети падение. И это сказалось в целом на объемах розничного кредитования. То есть, в июле оно упало по сравнению с июнем на четверть, на 25%. Пока девелоперы держат цены. Но, как ты понимаешь, такое падение, ну, оно просто не может не сказаться. Там происходит сейчас что? Вот вы можете прямо сейчас зайти, там, например, на сайт realtyrbc.ru РБК недвижимости. Там прям куча материалов на эту тему. Вот смысл в том, что девелоперы пытаются не снижать цены предложения, но давать дисконты покупателям в ходе конкретных переговоров, чтобы цена продолжала висеть высокой, но дисконты в индивидуальных сделках растут, растут и растут. То есть, это де-факто уже снижение цен, но оно не отражается вот на ценниках, которые пока выставлены. Начнет отражаться. Вот пузырь, который сейчас, там просто невероятные рекордные цифры, 77 миллионов квадратных метров нераспроданного жилья в новостройках. Вот такая вот свежая цифра по июлю. Ну, это пипец. То есть, на начало года было 71, да. Вот, соответственно, при этом все... Помнишь, мы говорили про то, как ЦМАК, вот Центр макроэкономического анализа имени Белоусова, писал про возможный тихий банковский кризис осенью, потому что перекредитованные заемщики, которые не могут брать кредиты по новым сверхвысоким ставкам, это в основном про девелоперов-то речь, потому что они все закредитованы, жилье у них не продается, они могут сколько угодно вот изображать, и при этом ушла с рынка большая часть спроса из-за того, что больше нет вот такой масштабной льготной ипотеки. Поэтому они могут сколько угодно надувать щеки, и можно меня там сколько угодно поливать, что цены на жилье пока не упали, но согласись, объективная ситуация, вот она вот такая, как Греф поэтому не зря говорил, что мы пару лет поболеем на рынке недвижимости, вот мы в эту сторону идем, тоже драматично, такое столкновение крокодила с бегемотом, там покупатели хотят снижения цен, девелоперы не хотят давать, но видишь падение, как и предсказывалось, падение ипотеки после окончания вот льготных программ, прям супер серьезное, то есть это масштаб такой, это не может на рынок не повлиять, вот ждем результатов. Вот, и последнее, что я хотел сказать, это вот эти такие околоэкономические сюжеты вокруг вот этого пресловутого замедления Ютуба. Так-так. Вижу, что оно беспрецедентно сказывается, то есть люди многие пишут, что хуже работает, но тем не менее в целом как-то работает. Через раз, там через пень-колоду, через мобильные устройства с VPN-ом там и так далее, то есть в целом аудитория продолжает смотреть. Первое, что я вижу, что вот ты, наверное, видел вот этот сюжет, что власти могут начать конфисковывать вот эти кэш-сервера у Гугла в счет там задолженности, которые у них там, типа судебная задолженность 10 миллиардов рублей, вот они пойдут кэш-сервера конфисковать. Насколько я понимаю, это как бы главный механизм замедления Ютуба сейчас, это отрубить гугловские кэш-сервера, чтобы просто трафик увеличить, забить каналы, и это все стало медленнее, чтобы вы качали каждый ролик напрямую из Калифорнии, а не из сервера, который стоит в России, да? Вот, то есть это просто забивает все каналы, увеличивает трафик, и из-за этого все медленнее идет. Мне кажется, что действительно, там пока у них апелляции идут, и все это решение о взыскании 10 миллиардов рублей, насколько я понимаю, не вступило в силу, но мне кажется, это вот тот путь, по которому они пойдут, они будут уничтожать гугловские кэш-сервера. Вот, вот, я думаю, что путь здесь, скорее всего, такой, и это приведет к такому, ну, длительному замедлению, ухудшению качества, там отдельно поговорим о том, что с этим делать. Вот, но вот какой интерес, что все время, соответственно, разговор идет о том, что если будет замедляться Ютуб, то вот у нас есть какие-то, соответственно, его российские конкуренты, куда там, может быть, все перейдут. Ну, уже видно, что конкурент только один, это ВК-видео, потому что Рутюб не взлетает, там минимум зрителей, и ничего там не происходит, да, вот, а у ВК-видео большая аудитория, но они никак не могут, в принципе, выйти на прибыль, и вот это как раз тоже отражает важную ситуацию о том, что контент-мейкеры не интересуются ВКонтакте, да, вот они опубликовали отчет за первое полугодие, чистый убыток группы ВК вырос более чем в два раза, до 25 миллиардов рублей, компания операционно убыточная, и здесь, в том числе, на это очень сильно влияет высокая ставка и резко выросшие финансовые расходы, рост на 75% за год, это вот из-за всех этих высоких процентов. Ну, в общем, короче, аналитики говорят о том, что у ВК нету перспектив вообще в обозримом будущем выйти на прибыль. Таким образом, вот главный конкурент российского Ютуба не взлетает. Это значит что? Что если они захотят его поддерживать, то потребуются огромные субсидии на него, да, опять же, опять бюджет, опять государство. И вроде как, они, в принципе, могут такие деньги найти, но, понимаешь, вот получается, что на авиаперевозке надо, потому что самолеты российские не взлетают. Я, кстати, только что выпустил об этом ролик у себя на канале, и что они там и не полетят. Обязательно посмотрим. Да, на выплаты, значит, повышенные участникам так называемое СВО, надо там, на то надо, на это надо, на помощь, значит, импортерам, которые не могут по расчетам с Китаем там как-то выкарабкаться из ситуации. Вот. И в итоге, то есть вот капелька по капельке получается, что практически все это сейчас висит на бюджете. В том числе и главный конкурент, российский конкурент Ютуба ВК, но они не в состоянии, они не могут выйти на прибыльность, и, видимо, это будет означать, что нужны будут очень большие дотации и без того худеющего бюджета. Так что все это, в общем, в целом, вся эта конструкция держится только на госденьгах, которые быстро тают. Вот мне очень интересно, как они со всем этим дальше будут развиваться, но видно, что в экономическом плане такого конкурентоспособного соперника Ютубу они вырастить не смогли. И хотя у ВК есть аудитория и масштаб, но прибыли нету. И, кстати, очень интересный момент, возвращаясь, вот, например, к Вайлдберрис, да, что мы видим, что все вот эти вроде гиганты и ВКонтакте, и Вайлдберрис, и Озон, и вроде масштаб у них есть, а прибыли у них нет. Вот это важный момент, я все время о чем говорю, что вот эта вся нынешняя модель экономики с супервысокими издержками по самым разным направлениям, и с тем, что у народа денег все-таки не так много, и покупательная способность низкая. Она не обеспечивает прибыльность экономики, рассчитанной на внутренний спрос. Это дело долго так продолжаться не может. Вот эти бизнесы существовать так долго не будут, да. Поэтому это еще один аргумент о том, что вся эта модель дико неустойчива, и да, конечно, будем иметь вот дело с какими-то неприятными эффектами замедления Ютуба, но факт в том, что вырастить экономически сильного конкурента Ютубу Россия не смогла, и уже очевидно не сможет. Вот как-то так, в принципе, знаешь, я боюсь уже говорить слова, что на следующей неделе каких-то бурных особо событий не планируется, потому что, как правило... Я бы не загадывал, да. Да, 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 вот. Но в целом вот на этой неделе все, и много интересного. Я думаю, что в ближайшей неделе будет много драмы, продолжаем за всем этим следить. Спасибо тебе большое, и до связи через неделю. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok